я с города славянск донецк попал в четырнадцатом году в июне месяце как раз перед сдачей моего города я был ранен участвовал в боя на семеновке в ополчение я пришел в конце мая через пару дней пару дней сначала в городе там был потом попал на семеновку там конечно нас очень сильно обстреливали и спустя не знаю там пару-тройку недель я получил два осколочных лопатку и меня два дня я пробыл в госпитале в славянске после этого меня эвакуировали в донецк но здесь так и остался продолжал служить в разных подразделениях был на семеновке я был у меня командир был корсар левый передний фланг обороны у нас был возле завода там стояли три полифосфатного здесь тоже здесь и у гиви служил сомали мы стояли на альткоме это район спартак последнее место службы спарта было четырнадцатом году я тогда был начальник штаба батальона мы стояли в городе старобешево у нас завязался туда очень тоже тяжелый бой 30 августа будет длился часов шесть в 7 утра у нас начался бой в час он закончился у нас было чуть больше 20 человек ну слава богу обошлись без потерь пару человек ранены были местные жители нам даже поставили мемориальную стрелу в городе на том месте где был бой наша группа из 20 человек их плен взяла это да честно в начале это было даже не то что прям решение идти в ополчение меня мой друг с детства дружили собрался идти в ополчение а я его просто не мог бросить одному и так вот мы с детства как вместе я пошел за него ну и уже там так сказать проникся всем этим боевыми действиями все на семеновке ну мы попали вдвоем на семеновку но недолго там пробыл он не выдержал психологически он уехал в город обратно а я остался честно даже не знал как все будет там так сказать гражданской жизни она не видно вот это всех обстрелов таких вот именно боевых действий скажем когда попал туда был первый первые минуты только мы приехали мы сразу попали под артиллерийский обстрел до копов добирались ползком по стеклам руки все порезанные были а через пару-тройку дней у нас на нас был авианалет вот тогда первый страх такой вот сильный возник потому что стоял и думал все вот и конец пошел по нам рядом с нами конечно легли бомбы сушка пролетела 1 потом 2 танковые обстрелы потом начались когда тоже очень страшно было ну тем не менее назад никто не сдавал старались как-то держаться ответный огонь давали всегда то есть ну ребята все молодцы были ранения у нас уже зеленки фактически не было ее выкосили просто просто выкосили и рядом с нами с нашими позициями там местные дома были мы там иногда прятались чтобы приготовить что-то поесть ну чтоб можно было развести костер чтобы не так заметно было в окопе не разжежешь и получилось так что мы только туда пришли и начался обстрел мы забежали во двор кажется на парня бы звали я не помню артем по моему мы забежали во двор присели за воротами раздался взрыв я поворачиваюсь он лежит забыл держится я его схватил сразу потащил к дому выбежал кок один из моих тоже старших говорит пацаны говорит думал в дом попала я говорю это нет говорю а митяй фамилия позывной был митяй раненый а потом говорю посмотри что мне говорю лопатка болит он обходит на это говорит у тебя все плечо в крови в кителе дырки там мне оказали первую медицинскую помощь прям на месте ну оттуда уже по прям под обстрелом добежали кое-как до машины и приехали уже в город госпиталь это мое первое ранение было подавал по ранению после уже здесь донецке были какие-то компенсации выплаты тем кто был ранен в бою подал тогда ребята кто получил 300 тысяч гривен еще ривен и давали тогда кто 100 но я знаю что должен был вроде бы 100 получить но в итоге мне в октябре 14 года когда ли 3000 гривен и по сей день остальные их нет остались только на память выписные эпикризы по ранениям я как-то узнавал в пятнадцатом году бегал еще пытался за эти выплаты узнать сказали что у меня не хватает справки о судимой медицинской экспертизе а ее чтобы я пошел мне сказали нужно направление от командира а того командира который у меня тогда был ну не корсара который меня командовал в окопе а именно сайт а именно старшего командира то есть мне нужно было взять направление у кэпа на кэп это за министра обороны до был ну и как-то к нему я даже не пытался честно говоря попасть завертелась потом я опять пошел служить я делал перерывы небольшие между службой и как-то ну завертелась я и бросил это дело потому что столько пробегал столько пытался выяснить как куда мне обращаться тут даже не поймешь куда кому обращаться